Казлорда отмечает День города. К 200-летию первой столицы Казахстана приурочены ряд праздничных мероприятий, а также открытие Центра Рухани-Жангру и Музея истории. Торжества прошли с участием государственного секретаря Казахстана Гульшара Абдекаликова. Рассказывает моя коллега Райхан Тажибаева. Уже по традиции Дни города стартовали с фестиваля Кумыса и Шубата. Желающим раздали больше тысячи литров традиционных национальных напитков, 8 том бахчевых и сотни килограмм горячих баурсаков. Здесь же прошла ярмарка ремесленников и флешмоб дамбристов. Импровизированная «Этнаул» посетила гость секретарь страны Кушара Абдекаликова. Вслед за фестивалем почетную гостью ознакомили с работой IT-парка – место, где активные бизнесмены и талантливые люди притворяют в жизнь самые смелые идеи. В разработке у нас мобильное приложение по ветеринарии, это отслеживание прививок. Есть проект по автоматизации деятельности Центра обслуживания предпринимателей, где мы пытаемся избавиться от электронного документа оборота. В области 3D-визуализации и культуры ребята разработали старый город Тараза и в качестве привлечения туризма они разрабатывают цифровую модель старых городов. О старом городе уже чуть позже говорили во время открытия Центра Рухани-Жангру и Музея истории Казаларды. Торжество началось с небольшой театрализованной постановки, в которой отображен исторический момент переименования этноса в казахи. Здание музея возвели в соответствии с эскизами былого сооружения Казахского Центрального Исполнительного Комитета. Здесь представлено около 500 ценных экспонатов. Работают три экспозиционных зала. Первый рассказывает о крепости Ак-Мечеть, истории города Перовск и строении партии Алаш. Второй о новых реформах советской власти и становлении Казаларды. В третьем собраны материалы о развитии города в годы независимости. Празднование юбилея продолжается. В городе пройдут конные состязания и сельскохозяйственная ярмарка, на которой свою продукцию представят все районы региона. Райхан Тажибаева, Канат Инсибаев, Руслан Айтмамбедов, Казаларда, Хабар-24.